Итак, что такое биобиология? Название неожиданное. Био-жизнь. Биология, наука жизни. И что делают биологи? Они придумали биосистемы, биоизлучение, биополя, биоэнергетика. А официальная наука эти термины что? Не воспринимает. Почему? Потому что биологи забыли о том, что надо объяснять, что лежит в основе. Они этого не делают. Но их это не интересует. Вот это удивительно. У меня дочь биофак кончала, зять. И я обнаружил, что если я, как технарь, встречаюсь с черным ящиком, то меня интересует, что делается в черном ящике. А их интересует от и до, и после. А что внутри, не колыхает. Ну вот, итак, этот слайд вам уже известен. Я не буду на нем тратить время. Итак, что же такое биосистема? Ну, прежде всего, естественно, что и истинные растворы, и коллоидные растворы, это все супрамолекулярные аквасистемы. Только в истинных они гомогенные, а коллоидных они ультрамикрогетерогенные. И еще одна неожиданность. Обычно всегда говорят, ионы бегают в рубашках. Ионы бегают по коридорам акваполостей. И сосчитать, сколько ионов вокруг него, то есть сколько молекул воды вокруг иона, нельзя. Но в 60-е годы химики друг другу до крови морды чистили. Один говорит 6, другой говорит 12, третий говорит 50. Но потом перестали заниматься абсолютно безнадежным делом. Теперь становится понятно. Что касается коллоидных растворов, то, естественно, что дисперсная фаза, то есть мицеллы, она, естественно, отделена реальной границей раздела, а дисперсионная среда – это истинный водный раствор. Ну а теперь что такое биосистемы? Биологи на вас третьи ушки. Биосистемы от клетки до организма в целом открытые, термодинамические, неравновесные, гетерогенные, нелинейные, автоколебательные. Ну а дальше начинаются самоорганизующиеся, саморегулирующиеся, гомеостатические, репродуктирующиеся супробиомолекулярные аквасистемы, основу которых составляют биополимеры, биосубстраты и минеральные соли, содержащие катиона металла в жизни. Межмолекулярный континиум биосистем в пределах клетки, межклеточных и сосудистых систем обеспечивается единой динамичной, опять же, полиморфной сеткой межмолекулярных водородных связей. Структурный динамизм которых значительно выше, чем в обычной воде. То есть без водородных связей понять живое, что невозможно. И, ну, примерно 10 лет тому назад, делая доклад в академическом учреждении, столкнулся с биологом, с сетобородом. Когда я сказал, что вода биосубстрат, он встал и возмущенно сказал, что вода не биосубстрат. Я говорю, извините, у вас и во мне по крайней мере 50% воды. И как это можно назвать биосубстратом? Нет! Я говорю, ну хорошо, вы оставайтесь при своем мнении, я остаюсь при своем мнении. Вот, так что понятно, что без воды и не туда, и не сюда. Ну, а теперь удивительные свойства воды. Вода и аквасистемы живого – источники электромагнитных и акустических излучений. Здесь навострите ушки физики. Акустическое излучение обусловлено упрыгивыми колебаниями акв фрагментов слоев воды в результате тепловых и механических воздействий, особенно при вихревых режимах. Соответственно, оно широкополосно от герц до терагерц. С точки зрения мощности, ну, зависит от внешних воздействий. Но она, естественно, не катастрофически, очень низкая. Электромагнитное излучение воды обусловлено колебаниями ее молекул диполий, аквагионов, акварадикалов и единой ажсетки, обеспечивающей колебательно-возбужденное состояние при обычных условиях. Электромагнитное, низкоинтенсивное, менее чем 10 минус десятый, импульсное и в широком диапазоне частот от долей герц до 10 в 15. И, естественно, что колебания аквазлучения воды и ее аквасием будут модулированы уровнем организованности аквафрагментов ее ажсетки, которые рождают эти колебания, включая аквамодели воздействия. Это новый термин. Вместо всяких доменов аквамодели воздействия, которые рождаются в сетке водородных связей при действии на воду или веществом, или излучением. Итак, основы акварадиосвойств воды. Природа акварадиосвойств воды и аквасистем не электронная. Физики, поймите, что бешеных электронов в воде нет. Вот. Она обусловлена, во-первых, подвижностью ее молекул, ионов, радикалов и колебательно возбужденным состоянием ажсетки. Ну и наличием, естественно, окислительно-восстановительных сопряженных пар. То есть переносчиками электронов в воде являются ее радикалы, а не свободные электроны. К сожалению, в литературе сплошь и рядом написано, что вода хватает бешеные электроны из космоса и туда же посылает. Ну, врать, я говорю, я разрешаю, но только умеренно. Это безмерно. Итак, вода и все живое природные универсальные акварадиосистемы. Вначале, два года назад, я говорил об этом, но не говорил, что это акварадиосистема. Я просто говорил радиосистемы. Потом осознал, что природа-то совсем другая. Вот, они являются источниками, приемниками, преобразователями и усилителями. И в основе всего этого лежат что? Фазовые переходы второго рода, с которыми я вас познакомил на прошлом. Ну и так, то, что она является приемником, свидетельствует тот же факт, что вода приемных физических полей, которые являются динамичными материальными средами, транслирующие взаимодействие между материальными объектами. Ну и, как видите, здесь перечислены все основные физические поля, за исключением загадочного, интересного, всеобъясняющего, но не существующего торсионных полей. Есть торсионный режим движения, или, иначе говоря, вихревой режим движения. Вы же никто не будете говорить поля этого микрофона, поля этого стола. Нет, пожалуйста, но только вы не говорите о природе. Почему не говорите? Нет, ну я еще раз вам говорю, когда, товарищи создатели великой торсионной теории, это моя точка зрения. Понимаете? Итак, физические поля, включая режимы колебаний движения аквасистем, влияют на структуру их фрагментов и способны инициировать резонанс и фазовые переходы второго рода. Так что, причина резонансно-волновая или фазовый переход второго рода. Итак, загадочное биополе. Что ж такое биополе? Биополе — это полимодальные физические поля живого, от динамичных органов и систем, включая аквасистемы. К сожалению, биологи, когда произносят слово биополе, то они все время подразумевают какой-то таинственный биоисточник полей. Этим таинственным биоисточником полей является что? Вода. Вот. Поэтому природа биополей естественно, традиционная, электрическая, магнитная, электромагнитная и акустическая. Ничего сверхъестественного нет и быть не может. Диапазон частот биополей от долей герц до терагерц, ну и мощность биополей от долей микроват до 10-15. Ну и сейчас начали смотреть не только на кардиограмму, на эти мощные пики, но и стали смотреть на те колебания, которые вы сказали. Ну, фиксируются. Эти колебания вызваны чем? Колебаниями аквасистемы чего сердца. Об этом надо понимать. Так, поехали дальше. Итак, уже я говорил об этом явлении аквакоммуникации. Это явление, которое характерно для живых и неживых водосодержащих систем. Заключается в том, что вода способна отображать, сохранять, передавать, терять уровень организованности как вещества воздействия или воздействующего поля, кодируя его в структуре своих аквамоделей воздействия. Никаких нарушений закона сохранения и превращения энергии, потому что аквакоммуникация является следствием того, что идет сопряженное превращение уорг в ухаус и ухаус опять в уорг. Ну, фазовые переходы второго рода. Локальный структурно-временной гистерезис, поэтому у воды память какая? Девичья. Хочет, запомнит на всю жизнь. Хочет, тут же забудет. Ну, вода, женщина. Вот. Ну и, естественно, акварадиосвойства. Теперь, ну, я здесь кратенько только по поводу сохранять, потому что это самое главное, потому что хотят, чтобы вода не менялась, она все время меняется. И поэтому в основе так называемой памяти воды лежат не статические чего хотят, а динамические ее способности, а именно родила и забыла. А потом, если надо, снова родила и так далее. Вот. механизм явления аквакоммуникации и аквакоммуникационного взаимодействия, естественно, резонансно-волновой. Ну, а теперь о удивительных опытах Лупичева. Он великолепный, молодец, показал наглядно, но, к сожалению, не молча понял из того, что он показал. А именно, вы берете микроорганизмы, действующие веществом воздействия. Ну, от этого, предположим, микроорганизмы, им стало стыдно, и они покраснели. Вот так. Первый опыт один. Теперь, если опустить пустую ампулу, эффекта никакого. Если в ампулу налить вещество воздействия, оно изолировано от микроорганизмов, а микроорганизмы его что? Почувствовали и покраснели. Значит, имеет место что? Дистанционная передача. Ну, говорят информация, на самом деле, энергии организованных форм. Точнее говоря, энергии. И организованных, и хаотических, и так далее. Ну, вот. Взяли, поставили стаканчик рядышком, но без соединения. И когда поставили проводник, причем проводник может быть веревочкой, может быть проволочкой, микроорганизмы сразу почувствовали. И антенны, вариант. Те антенны, которые не заземлены, если сюда опустить вещество воздействия, то начинают воспринимать. Там, где заземлены, там нет. Там, где экранировано, там нет. Там, где нет антенны, там нет. И так, что получается, что микроорганизмы, а следовательно, биообъекты, вследствие акварадиосвойств их аквасистем, чувствительны не только к веществу воздействия, но и к аквоизлучению его аквамоделей, которые можно передать дистанционно. Ну, а теперь вернемся к организму. И так, вот здесь ежик, как я его называю, это все те 10 главных систем, которые обучают и биологов, и медиков. И абсолютно ничего не говорят о аквасистеме, в которой, когда человек рождается, то уже есть 7, когда рождается 80, когда он становится зрелым 70 процентов, но об этом говорят только, что три системы нервная, эндокринная и геннодезийная иммунная система регулирует. Но самым главным регулятором является что? Аквасистема. То есть природа придумала что? Дубляж? Почему мы такие надежные? Ну, не все, правда. Итак, теперь все говорят... Я прошу прощения, Валерий Иванович, я хочу посоветоваться. Сколько вам нужно? Ну, это что, 12-й, а всего их 14-й. Я сейчас быстро... Если можно... Значит, в данном случае поймите следующее. Итак, есть акупунктурно-чакровая система придумки, ну, не придумки, а достижения восточной медицины. При этом они говорят, что вначале они говорили каналы перерезали, каналов что? Нет. Тогда стали говорить о чем? Меридианы. А что такое меридиан? Воображаемая линия. А что на самом деле? Аква... Нет. точки. Нет. Вот видите... Вы меня поторопили. Извините. Все бывает. Акваволноводы. Акваволноводы, которые динамичны, то есть надо, он возникает. Не надо, он тут же что? Исчезает. Вот. И вот с помощью акваволноводов идет общение органов через чакровую систему с внешним миром. И наоборот. Вот. Вот что такое. Ну, поехали дальше. Итак, акварадиосвойства воды всего живого. Благодаря акварадиосвойствам вода способна безреагентно изменять свои свойства. Она может становиться кислотой, щелочью, окислителем, восстановителем, проявлять явление аквакоммуникации, быть детектором организованных и хаотических воздействий. При этом я организованное называю позитивным, а хаотическое называю негативным. Вот тут нам говорили про любовь и страх. Ну, на самом деле о чем нужно говорить? О позитивном и негативном. Вот. Позитивное будет что? Способствует жизни, а негативное будет что? Не так влиять. И так формировать для своих аквазлучений мгновенные динамичные акваволноводы, формировать акваголограммы. То есть нираж это акваголограмма, хотя физики там объяснили отражением и так далее, но забыли про участие чего? Молекул воды и воздуха, ну, в смысле, вот, которые принимают, которые могут быть акваголограмму. Ну, и акваголограммы в создании акваголограмм может принимать человек. Академик Бехтерева сообщает, она ждет подругу, смотрит в окно, подъезжает машина, из машины выходит подруга и выходит муж, с которым она рассталась три года тому назад он умер. Она обалдевает, раздается звонок, приходит подруга, значит, вместо мужа что было? Аква голограмма, которую она создала. Почему? Потому что она слегка ревновала своего мужа к этой подруге. Теперь вам понятно, откуда появляются привидения и так далее. Ну ладно, я об этом так, под сурдиночку, а то мне тут привесит такое, что. Итак, акварадиосвойство, аквасистема организма человека это способность к аквозлучению и к резонансно волновому взаимодействию. Это основа материальности мышления, духовности, сознания, психики, эмоций и чувств. Включает дистанционную чувствительность как основу аквалокационной способности живого. То есть через воду мы подошли к материальности того, о чем всегда говорим с придыханием. Не имея материальной основы. Так, ну это мой подход. У других может быть другой. Объясните иначе. С удовольствием. Следующее. Роль аквакоммуникации в природе. Язык аквакоммуникации это язык воды и всего живого, на котором общается между собой бессловесно и живое. Любители, ваши четвероногие любимцы, если вы думаете, что они понимают слова, то невольно возникает вопрос, а какой они язык изучили. Ну, про это мы забудем. На самом деле они читают ваши мысли. А на каком языке вы мыслите, на французском, английском или русском, я думаю, что на языке воды прежде всего. Вот, оно может чувствовать человека дистанционно, это аквалокация, воспринимать его мысли, реагировать на них соответствующим образом. Язык аквакоммуникации, освоенный компьютерной системой, позволит разработать интерфейс искусственного интеллекта для понимания человеком языка любых живых объектов с целью эффективного управления и взаимодействия с ними. Ну, конечно, очень забавно было бы поговорить с плохой и отговорить ее, чтобы она тебя не кусала. Вот, но я думаю, что делать этого не надо. А очень хочется. Ну, почему? Ну, чтобы не нарушать жизнь, понимаете? Вот, то есть, все должно иметь меру. Итак, в основе воздействия кипнотизистеров и экстрасенсов на психику и интеллект человека лежат явления аквалокации. Ну, аквалокация очень хорошо проявляется на примере, ну, предположим, бабочек, когда самцы находятся от самки в 10 километрах, а самка выпустила феромон, и что феромон за 10 километров полетел? Естественно, полетели что? Акваизлучение, акваоболочки феромона. самец поймал эти акваизлучения, там синтезировалось что? Аквамодель феромона. Он возбудился и полетел по этому акваволноводу к самке точно по адресу, несмотря там по ветру или против ветра. Вот так. Еще раз благодарю. Спасибо. Доброе утро. Спасибо. Пожалуйста. Пожалуйста. Что Вы можете сказать по поводу дилектической проницаемости воды и полученной способности к растворению веществ? Понятно, ясно. Ну, я Вам так могу сказать. Дилектическая постоянная вода, так же, как и ее геометрия, величина какая? Переменная. В зависимости от условий она или 80 или даже 20. Ну, от частоты зависит. Нет, не от частоты, от ее состояния. От геометрия тоже. Нет, частота будет. Даже если 20. Ну, считается, что 81. Ну, я еще раз говорю. Померите разные воды и Вы увидите, что она абсолютно разная. Так, все-таки в чем физика? В чем физика? Ну, я химик, Вы больше физик. По-видимому, объяснять нужно тем же самым, чем объясняли. Я только... Не знаете, значит, не знаю. Вы имеете аквадистиллета? Да, вот я тоже. Я Вам однозначно могу сказать. Поскольку молекулы воды диполь, поскольку они могут быть ориентированы так, 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 поэтому, естественно, диэлектрическая постоянная будет разная. Почему здесь интересно? Оттого, что мы ее повернули, все действия будет разная. А что же, заряды одинаковые, не только здесь заряды, здесь эквиваленты не проявят. Структурировано по-разному, да, молекулярно? Значит, когда говорят о структурированной воде, забудьте, вода, вода не может быть структурирована, может быть структурирована только ее осетка. Здесь идет дистиллятика. Ну, хорошо, дистиллят, би дистиллят, это не играет никакой роли. Там стабильно 80 этих кровопроводов. Да, естественно, если... Подождите, не надо. Если не знаете, скажите, ну, хорошо, что... Ну, вы молодцы, догадались, что я что-то не знаю. Я вам могу сказать, что я очень многого не знаю. Ответ получен. Тихарусанов, пожалуйста, больше вопросов не имеем возможности. Пожалуйста. Я понимаю, что вы хотите объяснять с помощью эфира. А я против. Есть еще параметры. Как вы сказали последний параметры? Вы объяснять хотите с помощью теории эфира. А я к теории эфира отношусь прохладно. Так, Тихарусанов, ваш вопрос. Ну, последний вопрос. Внутренне пространство живого тела отрицательной диэлектрический постоянной и отрицательной магнитной проникайности. Понимаете? Отрицательной диэлектрический постоянной и отрицательной магнитной проникновенности. Коэффициент отражения такого тела это больше, чем один. Больше, чем один означает, что притекающая энергия всегда меньше, чем истекающая энергия. Вы понимаете? С точки зрения физики я могу сказать так. Это характеризует живое тело. Химия сегодняшняя химия не понимает такую точку зрения, что это живое тело имеет отрицательную диэлектрическую постоянную и отрицательную магнитную проницаемость. Я не знаю, что такое отрицательное диэлектрическое постоянное. Я объяснил я объяснил вчера почему внутри пространстве треклассник затрудняется. Мы ответим в вопрос. А тут наверное здесь мешает. Это так. В кулуарах пообщайтесь и проясните в чем. Это будет помогать вашей идее, вашей системе. спасибо. 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 Я обставил. Спасибо большое. В связи между физикой и вашей теорией. Я могу вам сказать, что моя теория основана на научной базе. Какой? Физической, химической, биофизической, биохимической. Я здесь не знаю, что там более главное, что там. мне хотелось понять, что такое вода. И свой подход я вам изложил. Спасибо.